Помоги себе сам. В студии у нас Елена Денисова, кандидат медицинских наук, врач-рефлексотерапевт медицинского центра «Вивия». Елена Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, мне кажется, это так чудесно, что инструмент самопомощи всегда с собой. Это наша рука и, насколько я знаю, даже наша нога. Но мы больше сегодня о руках будем говорить. Вот на чем все-таки основан принцип суджогтерапии? Суджогтерапия – это микроакупунктура. То есть акупунктура, лечение прижиганиями, лечение иглами, воздействие на точки, биологически активные точки в организме. Только в суджог, в лечении на кисти, весь человек перенесен на кисть и на стопу. И, соответственно, все меридианы тела человека переносятся на кисть. Ну, мы сейчас, наш свидетель, увидят сейчас даже картинку, да, по которой вот тот самый принцип соответствия, да, получается, что наш палец, наши пальцы там, да, наша ладонь соответствует определенным органам. Да-да-да, вот я вам показываю. Это руки, это ноги, это голова, шея, вот так грудная клетка, вот так живот. То есть фактически воздействие, находя болевые точки и воздействие на них, мы можем предупредить, профилактировать и снять какие-то симптомы болезни. Ну, вот если еще сказать два слова, может быть, об истории этого метода, ведь этому методу не одна тысяча лет, да, где он появился? Вообще, сам метод акупунктуры, это китайский метод, ему действительно несколько тысяч лет, но метод суджок терапии, это придумал корейский профессор Пак Живу, и ему приснилась эта система во сне, когда он был мальчиком, учился только в школе. Ему приснилось это, и он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы разрабатывать этот метод и учить врачей всего мира. Ну, и у нас тоже признается он? Конечно, это официальная методика лечения, то есть есть уровень разный, да, то есть есть уровень, который мы покажем сегодня, и это доступно, наверное, человеку, каждому без всякого медицинского образования, есть другой уровень воздействия на энергии, который уже только врачу доступен. Ну, в общем, мы тогда движемся к самопомощи, да, чтобы мы успели оказать себе помощь. Помощь. Ну, вот, например, ситуация головная боль, да, она может быть разного происхождения, можно, конечно, с ней разбираться, и если головная боль часто беспокоит, нужно разбираться, да. Ну, вот что в этой ситуации можно сделать? Ну, смотрите, бывает разная, действительно, головная боль, и лучше не дожидаться, ну, продолжения, то есть как только что-то заболело, лучше снять сразу болевой синдром. Ведь любая боль – это сигнал организма о каком-то непорядке в организме, да, вот. Голова у нас – это большой палец. Кстати, имеет значение левая или правая рука? В принципе, имеет значение, но когда сильно болит, или вы не помните, не имеет значения. Вот. Чаще всего, конечно, у женщины это правая рука, у мужчины это левая рука, если болит справа, даже у мужчины, то тоже правая рука, если болит у женщины слева, то левая рука. Но на самом деле, можете сделать… Не будем путать, да, нам сейчас важно, что голова – это у нас что? Это большие пальцы, то есть это фактически лицо, это лоб, лобная часть, ноготь и под ногтем – это затылочная часть. Соответственно, руку для того, чтобы определиться слева или справа, мы ставим вот так, то есть вот человек, вот его голова, да. Соответственно, это левая сторона, это правая сторона. Вот, например, у пациента болит сильно затылок, да, то есть мы смотрим под ногтем, находим любым подручным, ручкой, веточкой, чем угодно, пальцем, ногтем, в конце концов. Ногтем, да, зубочисткой. Зубочисткой. Нашли, лучше тупой, чтобы был… Неострой. Нашли болезненную точку и ее начинаем массажировать до исчезновения, тихонечко, легонечко, до исчезновения боли в этой точке. Но неужели вот прям такой прямой принцип соответствия, да, вот это место соответствует… Вот прямой, причем даже форма пальца соответствует форме лица. Да, то есть есть более круглые пальчики, есть более вытянутые пальчики. Тут у нас бугородчик, это носик. Вот, то есть природа создала нам все для того, чтобы… Все не случайно. Все не случайно. То есть, например, если где-то боль в висках, да, или боль… В висках, соответственно, да, то есть это левый висок, это правый висок. Если боль такая пульсирующая, сильная, вы не можете определить место расположения, болит вся голова. Можно сделать кровопускание, и вообще при любом… Есть такая точка реанимации, это на любом пальце, на кончике любого пальца есть точка реанимации. То есть если вам, и, кстати, окружающим, даже не только самопомощь, но и взаимопомощь, да, кому-то плохо, и вы не можете, например, на даче померить артериальное давление, вы не понимаете, низкое, но высокое, просто ощущение дурноты плохо. Вот это можно сделать кровопускание в любой такой ситуации. Уколоть край пальца? Уколоть, это можно взять обыкновенную иголку, конечно, можно взять скарификатор медицинский, и вообще с собой его возить, да, он закрывается. Проколоть до капельки крови, и максимально, сколько она идет, выдавливать, снимать, выдавливать, снимать. Главное – проколоть большие пальцы. Это, кстати, профилактика инсульта, и артериальное давление тоже снижается на 20 мм. Конечно, вы принимаете все свои препараты, просто так быстрее и мягче происходит снижение артериального давления. Елена Вячеславовна, ну вот тоже, наверное, тут сейчас тоже будем работать с большим пальцем и с головой. Если, например, болит зуб, понятно опять, идем к врачу, но пока не дошли. Да, смотрите, зубы лучше лечить, такая система в суджуке называется собаки. То есть, когда мы пальчик делаем вот так, вот так, да, то здесь у нас как бы открытый рот, как у щелкунчика. Зубки внутрь, а корни зубов, они находятся вокруг ногтевой пластины большого пальца. Естественно, это правая сторона, верхняя, это левая сторона, верхняя, это левая, нижняя, ну как рот у вас, да, это правая, нижняя. То есть, болит, например, вверху второй зуб справа. То есть, мы находим болезненную точку, причем мы ее можем… Действительно, эта точка, она должна быть такая прям болезненная, это не случайно она болезненная. Это не случайно, нужно именно болезненную точку размассажировать, и потом поставить можно туда под лейкопластырь какое-нибудь зернышко. Это может быть гречка, это может быть семечко перца, да, это может быть даже яблочное зернышко. То есть, оно будет создавать вот это давление и сделать вот этот массаж, да? Да, 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 да. Кстати, яблочное зернышко, оно вообще универсальное, так же, как и гречка. То есть, можно при любой энергии. А гречка, она такая ребристая, остренькая, она такая, не для слабаков. Елена Вячеславовна, можно ли, например, вот с помощью методов суджок повлиять на такие, ну вот, например, заболел резко живот или диарея? Да, можно на самом деле. Естественно, вы разбираетесь с причиной, вы принимаете препараты. Для того, чтобы быстрее предотвратить, у нас есть так называемая точка пупка, она в центре ладошки. В середине ладошки? В середине ладошки. Ее нужно согреть, ее нужно согреть. То есть, согреть можно, ну и помассажировать, именно по против часовой стрелке промассажировать. И это может быть, ну, сигарета, фен, то есть, любой источник тепла. Даже вот что-то теплое, да? Теплое, можно, да, какой-то камушек теплый приложить. Это должно быть тепло. И однозначно прогревание точки пупка, оно уменьшает, ну, как бы, симптомы заболевания. Елена Вячеславовна, а если, например, резко кольнуло в сердце, да, например, сердечную такую вот боль, опять же, постоянно делаем поправку на то, что мы не отменяем обращение, там, вызов скорой помощи, обращение к врачу. И тем не менее, можем ли мы в этой ситуации как-то облегчить состояние? Да, очень хорошо это помогает. Причем, можно сказать, и при нарушениях ритма тоже, да, то есть, вы выбили препарат и ждете. Точка сердца, вот она, грудная клетка, то есть, линия жизни, она фактически ограничивает грудную клетку и брюшную полость. Сердце располагается посрединке ближе, чуть-чуть слева, вот оно даже выступает, как бы, чуть-чуть, да, вот посрединке. Это наше сердце. Воздействовать можем двумя способами. Первый способ. Мы можем эту складочку взять, особенно при нарушениях ритма, у что-то так не так колотится, да, вы ее берете, эту складочку, и нажимаете 60 ударов в минуту. Как пульс. Как пульс. Вы как бы навязываете правильный ритм сердца. Это вообще-то называется массаж сердца, прям, да. Вот, можно, опять-таки, поискать в этой области болезненную точку, размассажировать, очень хорошо сюда поставить семена красного цвета. Это калина, многие замораживают на зиму, косточка калина, она даже похожа на сердечко, да. Это может быть чечевица, да, ну, даже свекла, семена свеклы тоже подходят, они тоже красные. То есть, и дальше эта точка, то есть, мы как бы перемещаем боль сюда, убирая ее с организма, да. Ирина Светлана, я сейчас подумала о том, что вот если мы можем даже как-то вот, ну, создавать вот этот момент, как будто бы пульс, да, а можно ли использовать это место, да, или, может быть, вы подскажете какое-то другое, например, ситуация, когда сильно разволновались, или какая-то тревожность, или вот там чего-то испугались, или вот есть какое-то волнение, напряжение. Вот можно ли как-то в этой ситуации себе помочь? Конечно. Точка пупка, она же точка китайской лагун. Вот если вот так ладошку сделать, все линии вот как бы сходятся сюда. Эта точка очень хорошо успокаивает. И точка нычи, три пальчика от верхней складочки, здесь тоже есть очень хорошая точка, которая успокаивает. То есть если понервничали, потревожились, да, чего-то испугались, или вот какое-то состояние такое, вот, да, оно помогает успокоиться. Еще раз, серединка ладошки, да, самая прям, и три пальца ниже, и вы находите, тоже мы массируем, греть не надо, достаточно просто помассируем. Но точку сердца тоже можно промассить, точку сердца, точку головного мозга. Главное, спокойно, то есть вы это делаете, и вы говорите, спокойнее, спокойнее, тише, и все как-то действительно успокаивает. Ну, вообще, действительно, вот даже какая-то такая разминка пальчиков, вот ее рекомендуют делать и с утра, да, когда мы только просыпаемся, это, то есть массаж всего включает, да. И как-то мы вот с вами тоже говорили о том, что часто многие детские игры, да, совсем с маленькими детьми, они тоже задействованы на пальчиках. Развивают мелкую моторику, да. Вот, а на самом деле это развивает головной мозг, потому что на кончике каждого нашего пальца это головной мозг. Елена Шелина, спасибо вам большое. Также вот главное помнить, ну вот мы специально не стали перегружать, не стали давать слишком много информации, а вот элементарные какие-то вещи, головная боль, боль сердечная, тревожность, ну и диарея, если вдруг что, да, то вот четыре способа, как справиться с этими сложными ситуациями, да, не все-таки обращаясь к врачу и принимая препараты, но эти способы суджок терапии помогут вам справиться с этими состояниями. Ну и все, спасибо вам большое. В студии у нас была Елена Денисова, кандидат медицинских наук, рефлексотерапевт Медицинского центра Левея. На сегодня это все. Я благодарю всех, кто провел время вместе с нами. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!